Добрый день, YouTube! Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала! 16 августа на небесном сходе зажигается яркая свеча новолуния в знаке Льва. Время новолуния – это тот самый момент, когда Луна и Солнце соединяются, предоставляя нам уникальное окно в будущее и, конечно, новые возможности. Под знаком Льва эта новолуния приобретает особенный оттенок. Лев, символизирующий страсть, лидерство, креативность, приглашает каждого поддаться своему творческому порыву и позволит себе, наконец-то, быть яркими и смелыми. Сначала я расскажу про энергии, приходящие, а в конце ритуалы – практики по нашей с вами доброй сложившейся традиции. Поэтому, прежде чем мы начнем, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы наш с вами энергообмен работал правильно, и поставьте сердечко в комментариях. Новолуния наступит в 9 часов 37 минут по водичу, в 12 часов 37 минут по московскому времени в других городах, в зависимости от вашего часового пояса. Новолуния в Альве – это не просто обычное астрологическое явление. Оно касается наших кармических уроков, связанных с уверенностью в себе, искусственным выражением собственного «я» и умением служить другим без потери себя. Если ранее вы избегали лидерства из-за страха или же неуверенности, то сейчас Вселенная предоставляет вам возможность пройти этот урок заново. Новолуния в Альве может проявиться в желании начать новый проект, принять на себя какие-то лидерские обязанности или даже начать новый этап в личной жизни. В это время вы можете почувствовать себя более энергичным, амбициозным, жаждущим признания. Но, как и любой мощный астрологический аспект, это Новолуния имеет свою теневую сторону. Старайтесь избегать гордыни, какого-то эргоцентризма, желания контролировать других. Как и все яркие и мощные астрологические моменты, Новолуния в Альве несет в себе энергию трансформации. И в этот период Вселенная может поколебать стабильное основание вашей жизни, выбивая из привычного комфорта и предоставляя шанс взглянуть на мир под совершенно новым углом. Это время может представиться как вызов для некоторых, а также как возможность для других. Однако важно помнить, все, что происходит вокруг нас, это просто энергетические колебания, которые приходят и уходят. Не позволяйте этим временным волнам управлять вашим внутренним миром, сохраняйте холодный разум, уравновешенное сердце, независимо от того, какие ветры перемен дуют в вашу сторону. Пользуйтесь этим временем как инструментом для роста, понимания и в конечном итоге, конечно же, процветания. Независимо от того, какие вызови принесет вам Вселенная, помните, у каждого из нас есть сила не только переживать что-то, но и расцвести, приобретая новые качества и возможности. Как показывает астрологический прогноз, конец августа окажется периодом очень масштабных и крупных разоблачений, каких-то репутационных потерь. Для многих мы все это увидим. Для некоторых людей это будет похоже на то, как если бы Земля уходила из-под их ног, подрывая все то, что они верили. Однако в этом же периоде многие ощущают возможности для небывалых прорывов. Если вы сейчас чувствуете себя сгустком энергии, мощный прилив сил, это идеальное время, чтобы направить его в нужное русло, на запуск новых проектов, а возможно на завершение уже давно задуманных дел. Учитывая электроградные движения некоторых планет, это также может быть временем для пересмотра и корректировки прошлых своих решений перед тем, как сделать новый шаг. И то, что будет происходить в течение следующих двух-трех недель, напрямую связанных с вашими прошлыми действиями и решениями. В мире эзотерики этот процесс часто называют кармой. Таким образом, текущая новолуния несет в себе кармический отпечаток, предостерегая нас о последствиях наших действий. Поэтому сознательно контролируйте свои мысли, эмоции, потому что то, что вы излучаете, возвращается к вам. И в этот астрологически насыщенный период Закона Вселенной работают с особой интенсивностью. Поступки, намерения могут переносить результаты намного быстрее, чем вы ожидаете. Поэтому будьте внимательны и осознаны в своих действиях и намерениях. А также, по традиции, в этот прекрасный день позвольте себе мечтать по-крупному. Но также помните о скрытых уроках, которые несет в себе каждая новолуния. И переходим ко всеми любимой части, это у нас практики. У вас будут в правом верхнем углу иногда появляться подсказки. Все, о чем буду говорить, обязательно продублируйте ссылки в описании. Давайте сразу с вами договоримся, друзья. У меня очень важна ваша обратная связь, поэтому сделали что-то. Пожалуйста, делитесь результатами в комментариях. Сразу после наступления новолуния в ближайшие сутки обязательно заполните чек изобилия. В чеке мы с вами прописываем ваши данные, необходимую сумму и цель. Когда нужная сумма придет, используйте ее только по назначению. Чтобы зарядить чек, поставьте на него зеленую восковую свечу, обмазанную в денежной массе и обкатанную в базилике. Пусть подзарядится денежной энергией. На канале есть плейлист исполнения желаний с помощью магии. Там вы найдете ритуалы со свечами. Обязательно напишите в список ставок сми желаний. Если не успеете сделать это в первый день, пожалуйста, сделайте это в ближайшие три дня. И лучше за один раз, чтобы сконцентрировать энергию по максимуму. Прописать 10 целей или заполнить дневник самопрограммирования. Это мы делаем ежедневно, независимо от фазы Луны. Те, кто уже прописывают 108 благодарностей ежедневно, обязательно продолжайте. Я вижу все ваши отзывы, все ваши комментарии. А те, кто не знает, что это, срочно смотрите видео. Называется «Ключ к богатству, успеху и счастью». Полный открытый кошелек мы кладем с вами на ночь на подоконнике с 16 на 17 августа. Попросите Луну увеличить благосостояние. Опять же можно рядом зажечь зеленую восковую свечу с намерением получить желанную сон в предстоящем месяце. Желание тоже выкладывайте на окно, прося Луну помочь в их реализации. Новолуния и растущая Луна – это идеальное время для наращивания, приумножения, привлечения денег. Лучше всего выполнять практику утром до наступления полудня. Выберите всю наличность из своего кошелька и расположите лиц возле кровати перед тем, как лечь спать. Как только проснетесь, приступите сразу к подсчету денег. Несколько раз считайте одну и ту же сумму, каждый раз ее увеличивая. Допустим, у вас есть 500 рублей, состоящих из купюр по 100 рублей. Начав с 500, продолжайте считать ту же наличность, представляя, что у вас становится больше 600, 700, 800 и так далее, использовать все же купюры. Эта методика позволяет амплифицировать и усиливать денежный поток, создавая виртуальную воронку притока денежных средств. Продолжайте этот процесс, пока у вас не закончится терпение или пока не достигнете желаемой суммы. Эта практика направлена на усиление финансовой энергии вашего кошелька и увеличение его энергетической емкости. Обязательно совершайте как можно больше квантовых скачков, работайте с аффирмацией, практикуйте медитации. Ну а на этом все, я благодарю каждого из вас за просмотр. Обязательно ставьте сердечки в комментариях, если видео было полезным. Делитесь им с друзьями, не забудьте подписаться на канал и денежного вам наполния!